Так, нажала. Где я? Вот я. Добрый вечер. Ой, приветствую вас. Я уже лежу, переживаю. Нет, нет, Сережа, Сережа, я запуталась. Я думала, что по-нашему в шесть, а по-вашему в семь. Я уже до того запуталась, где какое время. Пошла коз доить, и оказалось, что пришла, смотрю, звонок. А еще что хотела сказать. Здравствуйте. Приветствую вас. У нас сегодня радость. Путин вел свои, ну не свои там, а крымские войска в Луганскую область. Но на границу пока. Вот, слава Богу, Господи, благодарю тебя, Царица Небесная, все святые и Господа Иисуса Христа. Какое-то оживление у нас тут, какая-то надежда. Лен, ну а откуда информация, кто говорит об этом? А вчера это мне прислал батюшка Сергей Дудин. Он прислал, и сейчас показывают уже по новостям. Вот он мне прислал это видео, а потом я смотрю, мы новости включили, и буквально через 15 минут то же самое показывают по 24, ну 24 часа вот эту башню. Я новости не смотрю, а как они вообще объясняют? Они объясняют так, значит. Но это еще не достоверная информация, но уже там комментарии есть, визги там украинские. Вот, значит, сейчас я скажу как. Вот под крымскими флагами. Крым, у нас же не признанная еще республика, ее же никто не признал. Ну и вроде как НЛО прилетело в неопознанный объект. Вот, так что они там очень много БТРа там вошли. Ну, то есть крымские части вошли, крымские части, да? Да, 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 крымские. Они же не признаны, никто же их не признал. И я читала уже комментарии, что если, значит, Америка скажет, что это за войска, Россия говорит, это Крым, вы же не признали, тогда Америке нужно будет признать, если они признают, что это российские войска, но это комментарии были, то значит тогда нужно признать, что в Украине идет гражданская война. Вот что-то одно из двух. А насчет беспилотной зоны ничего не слышно? Нет, пока еще ничего. Мы только сидим на этих новостях. Сейчас, вот я. В общем, что я хочу сказать-то. У меня вот сейчас я ролик смотрел, убивают как там ребят из Украины и все. Ведь безумие какое-то. Я вот что хочу сказать. У меня бабуля моя по отцу, она с Винницкой области. Я очки одену, а то я плохо вас вижу. Она сама родилась в Винницкой области. И у меня такая кровь-то она тоже украинская. И я что хочу сказать. Меня начали возить в Украину уже с 10 лет, с 12 лет на свадьбы. Мы там ездили на такие вот мероприятия, как говорится, родственные. И я вот как, я все время смотрел на Украину. Это вот что-то для меня было сказочное место. Вот если откровенно вот говорить, вот ехали даже на поезде, как заметно различие между Украиной и Россией. Как вот Россия плавно втекает в Украину, как вот эти вот черно-белые коровы сменяют вот этих грязных коров бесцветных таких. Как вот домики, вот эти вот дома, хибары, разрушенные хибары вливаются в такие вот домики какие-то сказочные, красочные такие. Полисаднички какие маленькие. Я когда приехала, думаю, господи, у нас в России такие заборы глухие, глухенные. А тут такие полисаднички, цветочки везде посажены. Дорожки все выметенные. Избушки там все разрисованные. Очень красиво. Да, вот в город, в тот же Венницу, приезжаем, в Венницу приехали. Я заходил, у нас вот заходили за ним в любую хрущевку, но срач, грубо говоря, вот подъезд заплеванный, загаженный весь. Там же цветочки стоят, везде все вымото, все подоконнички, все. И вот у меня всегда такое отношение было к Украине, ну как бы как сказочная какая-то страна. А ведь действительно есть вот отличия, есть и существенные такие отличия. Все, как говорится, в головах. В головах у нас смешали, как говорится, с грязью смешали и превратили не весь во что. Людей тех же украинских людей, парней поставили в такое положение, что денег негде заработать. Они уже от безысходности, они предвкушают вот эту зима, которая грядет без газа, с повышением цен на газ, на все, на энергоносители. Люди просто в панике, они идут зарабатывать деньги любыми путями, даже вот на эту войну. Их там успокаивают как-то террористы, там, убийцы, и дети, и денег заработаете. Вот они просто попадают и уже смотрят на это все действительно реально, куда мы пришли. То есть это какое-то вот безумие, я не знаю. И не знаешь, вот за кого вчера ко мне зашла одна женщина тоже. Вот она мне говорит, у вас, говорит, нету развлечения, духа развлечения, добра и зла. Ну я вот эти вот ролики себе добавляю, но видео, ну просто я телевизор не смотрю, а так вот смотрю, что люди снимают на видеокамеры, там, на телефоны, и просто добавляю их себе. А она мне говорит, типа я веду пропаганду какую-то там, вот, я просто себе добавляю, они в мейл.ру отражаются, эти ролики. Я никакой пропаганды не веду абсолютно. Мне просто интересно для истории потом сравнить видео, как вот, сопоставить, как все происходило. Вот так она мне вычеркнула из списка. Экстремистом меня каким-то считает. Вот это разделение, я не знаю, вот как сейчас говорят, вот какое-то оружие психотропное и тронное используют. Мне вот кажется, действительно, это вот какое-то зомбирование. Люди прямо в слепую, не разбираясь даже. Ну мы, что нам делить-то, что мы нам делить? Я к вам ездил всю жизнь, вы ко мне ездили всю жизнь. Мы, люди, до одной крови, откуда вот эта злоба возникает? Что это, как это можно назвать? Ну это называется бесы. Бесовщина. Больше я никак не могу назвать. Я уже, знаете, когда вот начиналась война, я уже и так смотрела, думаю, господи, ну такой, я уже еще, вот, Игнатию говорил Тихоновичу, говорит, такой народ ласковый, нежный такой. Ну по сравнению вот с вами, мы русские как-то грубоватые. Ну я приехала здесь, вот у меня в уши не воспринимали такие ласковые слова. Вот понимаете, вот вроде мы просто разговаривали, мне сразу говорят, ты с Россией, ты с Россией, с Волги. Вот это самое. А здесь вот такой певучий такой напев, матенька там, ну вообще, вот не передать. Вот говоришь, вот люди с тобой разговаривают, а ты просто слушаешь это речи и вот просто этими звуками наслаждаешься. Почему эти звуки перешли в такую ненависть? Это, я не как, вот это настолько вот люди. У нас даже вот в нашем городе, у нас тоже город поделился напополам. Дело в том, что кто поддерживает ДНР, кто там не поддерживает, кто, ну понимаете, так-то у нас еще тиховато пока. Не сильно так, но если что-то бомбят, то слышно только отзвуки. Может быть, у нашего батюшка Венедикта, вот это вот покойный, уже 17 лет такого нет, скорее всего, он там молится за нас, за наш город, не буду уже называть, как, чтобы в первый раз на прощание бомбу не скинули, не помахали крылом. Ну просто, вот знаете, вот поражаешься, с этой войной люди стали какие-то ожесточенные. И дело в том, что у нас вот теперь, ну как, православные это одно, а секты, которые у нас здесь есть, вот пятициальники, слово жизни, они только за вот этих вот, как они называются, за Майданой. И на Майдан ездили от нашего города очень многие даже. И сейчас, ну понимаете, ну что это такое? Значит, вы поддерживаете войну. Сколько детей убито? Вот я недавно ролик смотрела, ну просто, или ваш, или еще чей-то, мальчика похоронили, пятилетнего, которого разорвало, там, недавно буквально, он за водой шел, там, или что-то такое. Но это горе, это горе из горе. Это самое страшное, это когда родители переживают смерть своих детей, это одно из самого страшного. И теперь вот мы уже, вот сколько уже война длится, уже два месяца вот так вот практически, стреляют, бомбят, разрушают, сжигают. Люди уже привыкают. Мы привыкаем, мы в этом живем, и мы к этому, ко всему привыкаем. Включаешь новости, по новостям одно, другое там как-то все оспаривается, Россия, одно говорит Украина, другое говорит, ну как бы друг друга обгаживают, одни другое опровергают. А мы здесь живем, мы реально, вот мы реально, в Киеве одно видят, а у нас здесь на самом деле вот сидишь, думаешь, господи, и самолет пролетел. Раньше радовались, что самолеты летели, ну как-то, думаю, экономика работает, там, то оттуда прилетели самолеты, то с России, то еще откуда-то. У нас аэропорт буквально вот, ну 30 километров от нас. А теперь, если летят самолеты, думаешь, господи, это чья-то смерть летит, кого-то бомбят, кто-то сейчас умрет. Или не умрет, но на нашу голову куда-то пролетят эти снаряды, это во-первых. А во-вторых, вот на той неделе выяснилось, что солдаты ни с той, ни с этой стороны воевать-то практически не умеют. Они же, если стреляют, у них нет такой практической подготовки, вот такой, как начало войны Великой Отечественной. Дали тебе берданку, иди, куда ты стрельнул. Почему очень много жителей убивают? Потому что посадили вот такого идиота бояку, он нажимает на все гажетки. А куда оно там летит, ему план надо выполнить. Или тоже беспилотник. Вот у меня муж сегодня посетил, летит какой-то самолет, он меня вывел, говорит, а вот там вот видишь какая-то, ну как, белая такая полоса, это беспилотник. Я говорю, боже мой, это беспилотник. А пилотник это какой? Ну это когда нету белой полосы за самолетом. Ну я говорю, спасибо, вы разумили. Вот представляете, а вот буквально два дня тому назад, я еще там батюшке писала, говорю, батюшка, молитесь, в пол одиннадцатого кагахнуло у нас на нашей улице, буквально через два дома, с таким свистом разорвался какой-то красный снаряд. Не знаю, что ли, или осветительную бомбу какую-то кинули. Это вот одна бомба к нам залетела. Ну просто она как-то в воздухе рассеялась, видно, что она или какая-то, ну не знаю, что там за снаряд такой спущенный был. Вот, она как-то в воздухе рассеялась, ну красное такое, затаривало было. Буквально вот два дома. Вы знаете, какой страх? А люди постоянно под этими бомбежками. Это ужас, это тут, я только и делаю. Я хожу, то нитроглицерин пью, то валидол глотаю, ну то капли сердечные. Невозможно. Оно настолько действует все на психику. Я говорю, что, господи, Порошенко выбрали уже, янукович не такой. Ну, разуми ты хоть этого Порошенко. Он ставит такие условия, что нужно обязательно сложить оружие, и тогда будет какой-то разговор. Но кто сейчас может сложить оружие? Оружие складывать уже никто не будет, потому что пролилась кровь, кровь пливается за кровь. Люди встали, уже все. И причин войны это уже искать не нужно абсолютно, потому что пролита уже кровь. А глаза людей вот этой мести затуманены, и все. Потому что убивают детей, убивают. Вот куда же тут прощать никто не будет. Тут уже действительно разделились на украинцев и русских. Вот это идет, это же политика идет. Но вы оглянитесь, люди, вы посмотрите. И возьмите Сербию, Хорватию, сунитов, шиитов. Возьмите Южную Корею, Северную Корею. Это же по всему миру разделение. И вот это идет на братьев. То есть братья друг с другом сталкивают лбами. Это же безумие. Надо здраво на все посмотреть. Почему же такой вот, ну я не знаю, или деньгами вот это сребролюбием, вот это люди тоже сейчас озабочены деньгами, так вот, что единственный источник в войне вот ищут, и лишь бы только заработать как-то денег. Потому что я их вот видеоролик выставил, а вчера их прям ставят перед фактом. Ну куда вы пришли, за что вы нас пришли убивать? Мы на своей земле сидим, мы хотим работать, жить, детей воспитывать, а вы нас едете убивать. За что? Они же на их территории, опять возьмем Донецк, этот Донбасс возьмем. Они же едут, не они к ним едут. В чем проблема-то могут быть? А единственная проблема, Украина остается без газа сейчас, им нужны источники, им уголь нужен. А уйта где весь, в Донецке, и все, они просто остаются без, как говорится, без топлива. А и отдавать землю эту, ну, политика чего. А вот я тоже смотрел, информация есть такая, что в Киеве провели опрос, и 70% людей выступают против вот этой всей, как говорится, заварухи, и считают русским дружественным, братским народом. 70%. Ну, а это, я думаю, что никто не афиширует. Афиширует, наверное, то, что мы враги, что мы сепаратисты, и все против идет. Может быть, до Киева как-то доходит, а в самом Киеве, я не знаю, может, говорят тихоря, но я думаю, что люди уже боятся. Это во-первых. А во-вторых, какая мать хочет отдать своего сына просто на расстрел, какая бы ни была сторона. Это во-первых. А во-вторых, там мы начали уже всех призывать, у нас-то здесь не призывают, у нас идут как бы добровольцами. А там начинают призывать, идет призыв. Ты хочешь, не хочешь, вот, допустим, в какой-то деревеньке живет мать, к ней пришли с военкомата, допустим, повестка, и она должна своего ребенка отдать. Куда ты не хавайся, куда ты не спрячешься. Ну, ехал в соседнюю деревеньку там. За границу человек не поедет, потому что, как таковых, денег нет. И тогда начинается вторая волна коррупции. Начинает выкупать этого, у кого есть деньги, начинает его сегодня выкупать и ждут, что будет на следующий месяц. В следующий месяц опять ему повесточка, куда-то он там уехал, где-то никто ничего не знает, и идет круговая порука, идет коррупция. И это все работает кому? Это все работает тем, которые в этом заинтересованы. Ну, даже если этого хлопца забрили, там дали ему какие-то дырявые портянки, как-то его там вооружили, или еще что-то такое, его прислали сюда. Вот сколько видео показывали там, оно сидит, бедное, лысое, неякое, вот по украинской мове, но оно никакое, оно хочет жить, оно дитё, оно, может быть, только недавно пришло сам, у него там, может быть, девушка есть, он собрался жениться, или там уже женился, или ребенок там у него родился, или должен родиться. Его отрывают от семьи, прислали сюда по страхам смерти. Мать переживает, дает горячие слезы, успокаивает себя, что он вроде как на право дело. Ну ладно, включила телевизор украинский, посмотрела, что там враги, а надо украинскую землю там освобождать. Ну вроде мой ребенок за правду. И вдруг этого ребенка показывают по телевизору. Это раз. Во-вторых, если показывают, то их же как? Один раз берут в плен, и говорят, или езжай туда, тебя опасают, ну ты будешь живой, матери, забирайте своих детей уже, приезжает туда, он как предатель получается. Он же должен или потанкнуть, или пульс в перло. Приезжают, его же там опять заболевают. Второй раз, если его забрили, он не смог отказаться, его присылают сюда. Второй раз его уже расстрелят, потому что ты что, что пришел? Мы с тебя освободили, передали с рук на руки мамане твоей. А она тебя прячет, куда-нибудь в коврик, или еще что-нибудь. Ильз, давай, сиди, садись. Ну это, насколько полный неразбериха, это полный, ну я вообще, это, ну, маразм какой-то, сатанизм. Вы знаете, у людей мозги просто перекривились. Вот этой ненавистью, когда вот жгли в Одессе, смотрят по телевизору на нас, и там смотрят, что там у нас происходит, реалити-шоу такое, они спокойны, Харьков спокойен, ну Днепропетров уже говорит нечего, там свои олигархи есть. Ну а дальше что? Что, чьи дети страдают? Те же западенцы страдают от того, что их здесь убивают. Простым людям не дают ни нормального, ни оружия, если уж так воевать, ни патрон нормальный. Я вот в прошлом месяце показывали, там кого-то разбомбили, свои же с вертолета, они перестреляли своих же, там вот этих вот, ополченцев, те, которые, господи, ополченцы, а не те кто, на Нас-Гвардии, короче. И вот эти хлопцы бежали, там видят, что свои же, говорят, чьи самолеты летят, да это наши, да нет, это не наши, ну как и наши могут лететь, и нас же убивать. Люди не понимают даже, что свои своих расстреливают. И бежит этот хлопец, я еще так молилась за него, может какая-то, сын чьей-то матери, чья-то мать увидела, может быть, своего сына, он бежит, он украинский молит, господа помилуй меня грешного, господа помилуй меня грешного. Это представляете, у меня, у меня мурашки по коже, думаю, господи, оно же дитя, оно же там бежит, ему там лет 30, 25, это мой ребенок, моему сыну 29, старшему. Это все, это дитя бежит, это там и упакаешься, и уписишься, все, что хочешь, делаешь, чтобы тебя только не убили. Они бегут, и они расстрелят, скорее всего, их расстреляли, потом показывали, там вылаживали ролик, что, ну, что это война, чья это война, кому она нужна. И все люди возмущаются, и в то же время у кого-то, вот понимаете, такой какой-то звериный страх, что никто ничего не может сказать. Никто ничего не может сказать, никто не знает, что делать, как это все остановить. Я не знаю. Это не остановишь, это, как говорится, война, это только начало, а перетесчет, у нас впереди зима, вот, а вот эти войны, вот, по прогнозам, ко мне священник приезжал, вот, две или три недели назад, приезжался, и у него, вот, и у него, там, в Боснии, в Ерцоговине, вот, война, когда была, у него, есть там источники, вот, люди, вот эти вот партизаны, они говорят, вот, что сейчас на Украине идет, точно, точно так, по таким же, как говорится, развитию вот этого сценария, происходит то же самое, что и в Сербии происходило, тот же сценарий, и он прогнозирует, что осень, зима, начнутся мародерства уже на Украине, то есть, с поставками продуктов будет очень серьезно, то есть, людям невозможно даже будет хлеба купить, или он будет настолько дорогой, что просто денег не будет, вот, и он дал такие прогнозы, вот, по войне, как все происходило, я вот сейчас тоже людям, и украинцам, пишу, что, чтобы делали схроны, такие вот, где-то в огородах, может быть, потому, не собирали никаких солений, ни картошки, никакой, ничего, потому, что будут убивать людей, вот, за эти продукты, просто будут заходить в дом, расстреливать, и уносить вот эти банки, с огурцами, с там, с вареньями, вот, а делали схроны, такие, собирали, во-первых, нужны винты, вот, зеленки, антибиотики, возможности собирать обезболивающие, вот, дальше, что нужно, самым ценным, вот, война в Сербии была, когда самым ценным, были зажигалки, обычные зажигалки, то есть, люди говорили, что нельзя было достать нигде, ни спичек, ничего, просто как все пропало, кануло куда-то, вот, то есть, вот такие вещи, как говорится, и делать схроны, где-то закопал железный, там, или пластиковый ящик, и пусть он будет, это особо недорого, поэтому нужно готовить, тут же прогноз, реально, потому что, если они уже затеяли, вот, эту войну, она, это начинаются партизанские войны, тут, как говорится, не атомное оружие, как я это говорил, ты ничем тут не поможешь, вот, ну, правильно, если бы они гахнули сейчас, закончили бы все одним взрывом, а так, и мировая конвенция-то этого не позволит, так что, оно может и до Воронежа сюда, и до Курска дойдет, тут, вон в Курск уже беженцы, десятки тысяч уже людей принимали, неизвестно, что еще будет к этой зиме и дальше, вот, так что надо готовиться, я уже своей, я матушке говорю, я говорю, по возможности, я говорю, собирай, собирай, она уже меня послушала, но я ее твяжу уже сколько, уже три года, я говорю, грядут уже события, такие, собирайте, я говорю, не буду собирайте, раньше-то у меня же бабули и все, они как, они войну-то прошли, у них, они закаленные в этом, они каждый сезон готовили себя к каким-то событиям, и все время, да что ты собираешь, куда ты собираешь это все, она говорит, подождите, вы не знаете, говорит, что может быть, война, говорит, нежданно приходит, вот, и, как говорится, все это пропадает с полок в один день, нигде ничего не купишь, нигде ничего не купишь, ничего не найдешь, так что готовьтесь, как говорится, всегда будете готовы к таким, тем более живем-то в каких, в какое время-то, они эти войны сейчас начинаются, буквально за день, я уже в Иерусалиме там пишу, я говорю, обстановка накаляется, у меня есть там, и так, ну, знакомые, хорошие, вот, они тоже, они тоже готовятся, покупают у них противогазы, там, разных номеров, вот, и детям, и все, вот, чтобы, и куда спуститься, там, погреба, какие-то подвалы, я не знаю, нам, нам нужно тоже, здраво на все смотреть, и быть готовыми. Я возьму железный ящик, наложу туда всего, что вы сказали, закопаю в огороде, не скажу где, во всяком случае. Нет, шутка шутками, но, вы знаете, года два тому назад, я читала в интернете, что, я не верю ни в какие предсказания, ни в экстрасенсов, никого. в 2014 году ожидается война, начало Третьей мировой войны с Украиной, я еще думаю, миллионду такую написали, у нас все есть, Януковичу власти, зарплату платят, пенсии люди получают, вроде все есть, ну, плюс-минус, там, какие-то неустройки, их можно пережить. Вот оно, пожалуйста, 2014 год, вот мы уже маем и тушимаем. Нам Христос сказал, не бойтесь, когда увидите эти действия, главное, спокойны будьте, потому что этому надлежит быть. Идет Божий сценарий, нам что, нам только молиться, и на Бога уповать грехи, надо отмаливать, вот. А так, что нам бояться, оно быстро, я, как говорится, ну, я вот лежал, сколько после операции, наверное, полгода, вот. И рядом мне привозили эти перевязки, перевязки делают, там, пролежные всякие, мне привозили аппарат искусственного сердца, меня как переворачивали на бок, и все, у меня остановка сердца. Оно настолько быстро происходит к веселению, вот это, даже и не замечаешь в первый раз. Я столько уже прочитала литературу перед тем, как умирать, я ее прям проштудировала, все, что можно посмотреть, я посмотрела. Но я уже так думаю, знаете, вот когда показывают, вот как, женщину, помните, вот в этом, в Луганске, по-моему, да, в Луганске, там как раз разбомбили вот этот вот, вот, ворсовет, и показывали, она лежит, с оттурненными ногами, ваш ролик, как раз, вы выложили, ну, никого не пожелаешь. При всем, при всей моей подготовке моральной, может сказать, антифизические там, и все, я расположилась уже, я уже так лежала ночью, думаю, представляю, как меня убьют, как я буду вот на последнем издыхании, как у меня сердце остановится, это нет ничего, это какие-то там мрии, ой, мрии, мечты, понимаете, это такое, это визуальное такое, что-то такое, когда снег подойдет, там уже не до этого будет. Хорошо, если ты умрешь, на тебя бомба упала, раз, и ты уже там где-то там путешествуешь, сам делал. Но когда я смотрела, как это все, знаете, люди же не сразу умирают, и бомбы попадают, и людей на куски разрывают, и они лежат, никто им не помогает, это страшные муки, ой, нет, я подготовлена, но я еще не готова. Нет, ну, как говорится, мы-то на смерть не рассчитываем, мы жить рассчитываем, потому что у нас, у нас, сам, сама душа так устроена, мы, душа не знает смерти, так что думать, думать-то будем о лучшем, о покаянной жизни, еще здесь пожить, но к смерти все равно нужно готовиться, оно и отцы запомендовали, что вот это вот ощущение смерти должно быть постоянно, и себя нужно в этом воспитывать, так что это не помешает никогда, а жить-то поживем еще, Господь своих не оставляет, вот, я не знаю, главное, ну, может быть, действительно, у нас вот тишина такая, еще не взрывается, ничего таких, ни слухов нет. мы далеко, мы далеко, до вас еще не долетело ничего. Ну, да, еще пока ощущения такого нет, войны, а вот так вот, я не знаю, как жить, ну, ладно еще, а вот, сколько, четыре года назад, у нас был пожар страшный, вот, в десятом году, когда горели вот эти леса, и у нас Воронич тоже горел, а мы жили, мы сейчас переехали на новую квартиру, а жили мы в другом районе совершенно, и вот у нас был пожар, двух километров буквально, вот, от нас горела, и леса, и деревня от нас горела, то есть, дотла вообще сгорела, и все вот это вот пожарище, вот этот вот дым, и огонь, все шел на нас, то есть, сильнейший ветер был, а мы дома были с сестрой, у меня родная сестра, и все, и дым страшный идет, ну, все, задыхаемся, дышать нечем, и она бегает, чего делать, чего делать, я говорю, убегай, я буду убирать все, вот, и убегай, она, как я тебя оставлю, как я оставлю, и, ну, как оставишь, ты меня на себе, не потащишь, я говорю, убегай сама, я тут, ну, я не знаю, и во мне какое-то спокойствие было, я вот был готов, если честно, как-то прям даже, я удивился. Сергей, вы готовы, потому что у вас, сколько страданий вы пережили, ты готовы уж каждый день, а тогда вот, ну, я-то хожу на двух ногах, слава богу, как-то там, хотя у меня ноги болят, там все, но я хожу, я двигаюсь, у меня вроде как-то жизнедеятельность такая, больше, чем у вас, понимаете, я выхожу во двор, я вижу, как птички там щебечут, там собачка у меня лапает, киска там у меня урчит, ну, понимаете, я вижу это движение, а вы уже, вы каждый день, вот как вот сейчас, вот вы смертники практически, вот вы в таком состоянии, что вы тоже не знаете, проснетесь вы утром или нет, одна надежда на воздух, остановится у вас сердце или нет, а мы лежим и думаем, упадет на нас бомба или нет, вот сегодня они там пролетели, и вы знаете, такое чувство, я вам хочу сказать, что не хиленькое, ты никому не пожелаешь такого, я вот вам тоже писала, каждое утро, вот уже два месяца, мы встаем и говорим, слава богу, живы, господи, сегодня встала, говорю, господи, слава богу, проснулись живы, что будет вечером, помоги, господи, дожить до вечера, кто знает, потому что я думаю, что вот сейчас просто произошел какой-то пик, вот сейчас, вот на данный момент, сегодня, пока может быть Россия там что-то не вела, может быть кто-то призадумается, чем все это может закончиться, зачем там уже Киеву какие-то нужны последствия, никто не знает, знаете, вот есть такая японская пословица, я может вам написала, не надо дергать тигра за усы, Путин несколько раз перед тем, как, вот помните, 11 числа был референдум, все-таки Путин и по телевизору, и по новостям, везде его показывал, он говорил, ребята, давайте все это сделаем после 25 числа, после выборов, кто будет следующий президент, давайте после, вот допустим на следующей неделе, сегодня выбора президента, завтра, допустим, какие-то предложим там, ну, можно было мудро как, может малой кровью можно было обойтись, но почему не послушали, может быть, где-то у него какое-то видение было, на все то, у него же тоже разведка там работает, все, чем могло все это закончить, потому что 11 числа референдума, 25-го президента, у президента выбора лица, оно сразу как-то закрутилось одним колесом, вот понимаете, может быть, ну, надо было прислушаться к этому же Путину, почему вы так подошли к этому несерьезно, почему вы все это вперед не расчислили, стерли с лица земли, и Славянск, и Уганск, и, ну, ну, все, что можно, куда достали ракеты, все, а это же жизнь, это же не просто так, и в паффу, и все, там, вырекли в кустах, лежат, отстреливаются, вот понимаете, это настолько страшно, это не прийти в Господь, и кому-то это испытать, дело в том, что самое, что обидно, что мы славяне, мы славяне, мы желательно русские, там, украинцы, белорусы, мы забыли, что мы просто являемся христианами, вот почему-то настолько извратили учение Христа, я вот просто смотрю, что там делается, вот, и в Киевской, там, в Раде, и в Киевском патриархате, Боже мой, ну это еще только начало, там, не наше дело, там, осуждать патриархию, или право, они там, неправы, вы думаете, вы как хотите, ну что вы так людей, против друга наставляете, есть Христос посреди нас, ведь приветствие есть такое, Христос посреди нас, вот сейчас мы говорим, о Господе, Христос посреди нас, а что же там за Христос, когда вы, людей, вы забыли, что Христос, это любовь, Бог призвал нас к миру, к миру призвал, и к чему вот это вот, ну противоставление такое, ну забыли действительно, что настолько и духовный мир разделился, что мы можем сделать, как мы можем на это повлиять, и молимся уже, и постимся, и тем более вот сейчас вот в пост такой вот все завертелось, во все православные праздники, такая ненависть, ну я вообще не знаю, откуда она берется, ведь в то же время не успеют люди повернуться на другой Бог, все, мы христиане, мы христиане, сектанты христиане, ну ладно, у вас больше всех любовь проповедуется, мы там православные до вас еще не догнали, проповедуйте любовь, проповедуется вражда, а где Христос, опять нет Христа, так вот это вот, вот я никак не могу понять это. храм православный возьмет, батюшка разговаривал, ну а ведется вот такая вот статистика обращенных людей в том же православии, по сути люди вот сейчас объявляющие себя верующими там, ну богобоязненными, люди по сути люди не имеют никакой веры, люди затмыли себе глаза вот этим сребролюбием, одни деньги кругом, нет никакой веры, нет никакой самоотдачи к Богу, нет любви между другом, одна выгода кругом, выгода одна, никакой чистоты нету, и что уж там говорить, ладно, мы там православные, да какие вы православные, вы в Бога не верите, и какое у вас там православие, нет ни покаяния никакого, еще каяться, в чем выгодно, покаялся, а я говорю, ну ты пошел покаялся, тебе какое покаяние принес, ты рассказал об этом, об этом, нет не рассказал, мне стыдно, да что ж ты, что тебе выгодно рассказал, а что невыгодно ты не рассказал, какое ж тут покаяние, вы каялись раньше люди, вон как выходили перед всем собором, падали на колени перед всеми людьми, объявляли свои грехи, причем доставали самые вот эти вот непотребства, все выносили, да люди не каются сейчас, а они каются, потому что не верят. Ну вот мы и получили с вами ответ на мой запрос, почему Господь, у него вот чаши терпения, где рвался, ну только на украинском мове, чаши терпения у него уже все, мы думаем, что мы грешнее, неужели та башня, которая упала и раздавила людей, помните, в слой Божьем написано, что у Селамска или какая там башня упала, раздавила людей, а Господь сказал, вы не думаете, что они грешнее, чем вы? Если не покаетесь, с каждым так будет. Вот на нас сейчас упала башня, вот, понимаете? И мы не думаем, вот иногда думаешь, ну почему, вот сейчас вот я получаю просто ответ внутренний, почему вот так вот произошло, что Луганская Донецкая область, она что, чище других или грешнее или не грешнее, мы же что, правильнее, что ли других? Если не покаемся, все так и погибнем. И с утра до вечера, Господи, помилуй, прости, больше слов не надо для Бога. Господи, осознай, что ты грешник, самый последний раз последний, сектанты, там, православные, ну все, но никто не хочет, а прям почти никого нет. Вот, ну почти никого нет, в нашем крае православном. А те, кто и есть, у нас хоть, у нас есть дополнение, 200-300 людей приходы, я вот со священниками говорю, а я говорю, ну а верующих-то есть статистика, ну там, ну одного, двоих, может троих максимум, из трех сот найдут. То есть один на сто, более-менее так имеет какую-то веру. Любовь во многих исчезнет, ее нет. Ее раньше не было, вы знаете, я вот иногда думаю, господи, вот какое-то было, какой-то батюшка говорил, что я вижу, Россия возродится. А если так вот серьезно посмотреть, к этому подойти, уже был этот просвет, или рассвет, расцвет. Кстати, это Сергей Дудин, батюшка говорил, он мне написал, что расцвет, как бы, будет еще. А я думаю, наверное, он уже был. Он был, это где-то были 90-е годы, когда люди не знали, куда бежать. Вот я уверовала в 91-м году, я практически пришла в храм, меня там сильно не приголубили. И от того, что меня мало так приголубили, я пошла в куда? Я пошла в секту. Меня там хорошо приголубили на 20 лет. И знаете, вот если бы вот это сектантское приветствие было бы в православии, как в Голубе там, тут бы все храмы просто ломились бы. Такая любовь была среди всех. Но там-то ложная любовь. Как только ты начинаешь входить в эту общину, в это общество, и ты видишь, как в любой семье свои неустройства. Но есть люди, которые там остаются пожизненно. Ну, они просто никуда не уходят, их устраивают все, они закрывают на это глаза, ну, и довольствуются с тем, что есть. А куда мы пойдем, а как же их там еще поскращают немножечко. У тех, которые расчаровывают ищущие натуры, они все-таки начинают копаться в истине. Где же эта истина? Они начинают ее искать. Входит православие. Входит православие. И поначалу, ну, что видят? Ну, что видят? Вроде хорошо, вот посмотришь там, союз, все так хорошо, Балюшки так все рассказывают. А на самом деле его-то почти нету. И вот Господь просто смотрит на нас, начал с нашей области. А что мы лучше других, или мы грешнее? Нет, мы не грешнее. Но это для всех других наглядный пример. Если вы так будете угрызать друг друга, Господь сметет все с лица земли. Все. А остальные будут готовиться к пришествию Антихриста. Вот то, что останется, пришествия Антихриста. Гладами, морами всякими, наводнениями. Что думаете, вот где-то наводнение показывает, Господи, людей со земли сметает. Такая же война, только мокрая. И все. Да, вот я согласен, вот то, что с рассветом православия возьмем вот Серафима Вырицкого, он же говорил, будут золотить купола, а вера не будет в тех храмах. А уже все, позолотили все купола, уже все позолоченные. Так что, вот этот вот момент, да, возможно, что он уже и прошел. Золотить уже нечего, уже все золотые стоят. У нас вот храм, у нас очень был старенький храм такой, ну такой намоленный действительно Дух Святой. Старые иконы, старый иконостас, батюшка там был такой старенький-старенький, он журналист как 17 лет. Сейчас у нас, конечно, сделали целый год. Мы там в коптерке в одной ходили, там это сама кухня такая была, и мы в кухнешке собирались, там половина приходила, половина не приходила, потому что места очень мало было. Ну и что? Храм сейчас стоит изумительный. Росписи такие, полностью выгребли, стен все содрали, пол содрали, потолок ободрали, полностью расписали, колонны такие поставили, сейчас новые купола вообще там золотят, неизвестно как. Вы думаете, народу прибавилось? Нет. Исповедь у нас общее. Хочешь каяться, хочешь не каяться, ну батюшка знает, наверное, как там каяться, как не каяться. Ну, вот так вот. Я прекрасно понимаю, я хоть вот это вот лежу 12 лет, но я вижу людей тоже, общаюсь с людьми, какие-то мысли, все это делается на автомате. Прибегают, они прибегают, вот в эту очередь, встали, пробежали, а исповеди, там покаяния абсолютно нет никакой. Она подбежала по листочку, та-та-та-та-та-та-та, все, обращаю и разрешаю, иди дальше. Нету, нету, иди, а почему такого нет, Сергей? Почему такого нет? Я сейчас скажу. А потому что для вот катетхизацию проводят в России там, я не знаю, какую, где, ну, у нас вards, например, нет такого, потому что мы у ребенка так крестили, он уже взрослый достаточно был. Вот. Должно быть общение. Если нет такового общения, а есть только требы, это уже избитые фразы такие. Если нет общения, а есть только одни требы, ты пришел, деньги положил, там свечку поставил. Это уже настолько избито. Все возмущаются, все это говорят, но довольствуются тем, что оно есть. Опять же, пришел, заказал свечку, заказал там молебен, или заказал там, ну, за упокой панихиду, заказал там, ну, как, проскомидию. Все, ты молишься, ты предоставлен сам себе. И если спросить каждого человека, что ты делаешь в храме, нету тесного общения, чтобы пришли к батюшке, сели у его ног. Вы знаете, вот недавно у одной сестры я там увидела, значит, фотографии Сурожского, он же такой батюшка был, ну, скромненький, в Англии, по-моему, он слушался, да? Сурожский, Антоний Сурожский. Да, да. И, значит, есть такая фотография в интернете, он стоит на коленях перед одной парой. Ну, видно, муж и жена к ним пришли, и они сидят на приступочках, а он стоит перед ними на коленях, ну, на коленке так присел, и вот у них там беседа такая. Меня это просто поразило. Мы каждый батюшка на колени перед тобой уставим, просто, чтобы тебя послушать. Они сидят, а он перед ними на коленочке так примастился, слушает. Вот если бы каждый такой батюшка был, который мог бы снизойти, не быть таким руководителем, а как Господь сказал, что вы должны ноги омывать, ну, правильно, своей пастре, вы слуги должны быть. А мы этих слуг не видим, слуги мы, а не наши начальники. И не-не, попробуй, что на батюшку скажи. Ну, я считаю, что говорить-то надо, оно же, рот-то на замок не закроешь. Все равно же оно. Опять же, опять же, вот это вот все упирается, все в деньги. Ко мне священник один тоже приходил, может, полгода назад, вот по весне, и все, и я завел разговор, я говорю, батюшка, ну, что, вот надо людям там проповедовать все, Христа проповедовать распятого там, нести, вот, хоть более-менее, ну, имеешь хоть какое-то познание в истине, вот, рассказывай людям о спасении, там, о смерти души, вот, о вечном суде, там, о грехах, хоть понемногу рассказывай, просвещай людей. Он мне рукой махнул, зачем тебе это надо? Лежи, лежи и спасайся. Куда ты, куда ты лезешь? Зачем тебе это надо? Вот. То есть политика вот такая. И все, и опять же, я ему начинаю говорить, ну, надо, вот, опять же, сказал, патриарх, выходите там на перепутье дорог. Он говорит, какие мне дороги? Я домой прибегаю, у меня трое детей дома. Вот. Это самое. Жена список подносит этому портфель, этому книге, этому, там, то, другое, третье, вот, а откуда я, говорит, возьму? Я, говорит, на требу приезжаю, говорит, полдня хожу, освещаю особня ко мне. Это самое, там, бутылка Певора, спаси, Господи, батюшка. То есть тут упирается одно в другое. Они, правда, они вот, бедные, тоже бегают по этим требам, вот, и денег никаких не получают. Тут же все, все упирается, вот, в исполнении. Опять же, говорю, по исполнению вот этих, ну, канонов, вот, о десятини людям. А мне только у виска крутят такая десятина. Нам Христос дал такие вот свободные, как говорится, пожертвования, свободную жертву, вот. То есть, ну, опять же, затмение. Люди жадные на эти деньги. Никто не хочет, опять же, за десятину. Говорю, да отдайте, да отдайте десятую часть от зарплаты, что вы жадничаете. Нет, нам вот Христос так заповедовал. Какой заповедовал? Вот у нас до революции, почитайте, возьмите книги, историю, почитайте, как люди несли десятину. У людей просто это было, ну, сейчас налоги, а тогда было вот это вот, буквально сто лет назад. Это в крови у людей было, десятую часть отдавали, все отдавали. Ныне верующие несли, потому что стыдно было не отдать эти деньги, это Богу. Вот, а сейчас все как пристерли, взяли и стерли. Ну, дело в том, что наши батюшки, я не хочу сказать, что я там осуждаю, мы просто рассуждаем, есть осуждение, рассуждение. Мы рассуждаем о нашей жизни, это касается каждого. Батюшки должны быть пустырями, а не духовными мухами. Ну, это мое такое островление. А если они полудовыми, приходят домой к себе, от них уже язык не ворочится, они уже ничего не хотят. Я же попробую вот так вот целый день постой на службе, я понимаю. Вот, допустим, утром пришли, 8 часов у нас служба, до 11, до полдвенадцатого надо же постоять, потом еще какие-то требования. И к вечеру он приходит, как вымоченный веник. Ну, какая-то, он, наверное, уже ничего не разговаривать, ничего не хочет. Я верю в это, потому что, да плюс еще семья, если батюшка еще такой ревностный, в семье нет, да плюс еще семья, да детишек там штук семь, даже двое-трое. Вот, поэтому, ну, уже к этому уже ничто не способен. Почему так происходит, я не знаю. Я не знаю, почему... Потому что охладила любовь в людях, потому что друг о друге не думает, только охладил вопрос. Ну, вот Господь же сказал, в последнее время люди будут горды, самолюбивы, напыщены, не ищущие добра. Вот, понимаете, родители непокорны. И все оно одно к другому, клеится, клеится, потому что человек сам по себе, по сути, он эгоист. Мне, 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 мне. А от себя, если что, и оторву, то что-то самое плохенькое, ну, на тебе уже как-нибудь. И каждый человек считает, что он не эгоист. Вот, например, эгоиста. Да. Каждый человек эгоист. Можно быть по-хорошему эгоистом, а можно быть конченным по-плохому. Поэтому эгоизм, он может быть и в хорошем отношении. Ну, как бы, ты эгоист, смотришь, как вот тебе спасти свою душу. Как себе потрудиться над ней. Вот как вот, все-таки, если бы был бы такой пофигизм сплошной, то что мне до той же души? Ага, нет. Что с моей душой? Что там не так? Я же люблю свою душу. Я же эгоист хороший, христианский. Я же хочу спастись. Вот как оно относиться должно. А к другим ты должен жертвовать. Жертвовать любовью, делиться ей. Но, видите, как, мы можем только дифирамбу там петь, и что-то там легче кого-то научить, чем самому исполнить. Вот. Поэтому как оно? Нам уже бы не до жертву, нам бы хотя бы прощать бы, вот так научиться. Хотя бы прощать, да. Хотя бы вот сцепились там, вот слово за слово, да, но бы не сказал вот какой-то там, может быть, не угодил чем-то. Вот. Ну, прости, тут же не распаляйся вот на этом. Ну, давай, простим друг друга, ладно, забудем, и все, останемся на этом. мне тут вот тяжело уже когда. Даже вот, знаете, происходит так, вот и я такая же. Это не то, что я говорю. Мы и говорим о себе, и говорим. Да. Осуждать это как? Ты такой, а я вот самая лучшая. А я говорю, что вот и я такая, потому что вот даже вот зайдешь, вот сейчас в Майл.ру, и вот посмотришь там, у того такой сайт, такой сайт, такие изречения христианские. Кажется, ну, что человек святой все это пишет. Все-таки такой сбор изречений святых отцов прилепил бы и сюда, и сюда, и весь бы обрепился этими изречениями, и ходил бы, ну, и зусь бы вычитал, но еще и поступать надо пойти в изречение. Мало того, что у меня тоже настрадится столько изречений, и то нравится, и то нравится. А в жизни как мы их применяем? Ну, почитать одно и забыть, это одно. А Господь сказал, что не будьте только чтецами, а будьте исполнителями. Что же вы только прочитали, забыли, и все. А исполнить очень тяжело. Любить, прощать, стишки какие хорошие. Вот понимаете, и днем, и ночью бы сидел и читал. Такие изречения хорошие. Как батюшек там говорят, такую они жизнь прожили. Вспоминайте наших наставников, чтобы, глядя на их кончину, вы там подражали их жизни. Ну, и дальше что? Прочитали, забыли, память-то короткая. Вот Господь нас через эти обстоятельства, начал с Украиночки с нашей любименькой Нэньки, Он начал нас тихонечко так, ага, проверять на вшивость. Вот. И вот с нас, мало не покажется никому, а вот с нас, Киев по-своему пострадал, а на нас уже пуляет. Так будешь стоять, Киев по одним местам и задним, и будешь поклончики обвивать, и говоришь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, а бы не в меня стрельбило, а бы куда-то пролетело. Вот и все. Ну, важно, важно, что многие люди, большинство, и большинство такое, значительное большинство, даже не знают, не понимают, что нужно делать, а одной местью, вот, застили глаза, а о покаянии даже не знают. Вот. Я вот вчера выставил ролик один, ну, мужчина там, я не знаю, ему уже за 60, такой седой уже, держит фотографию внука, вот, внуку убили Порошенко, такой же, как царь кровавый Николай. Вот портрет у вас в руках, это чей портрет? Это внука, которого убили 25-го. Майя, ново-майдан. А вы скажите, пожалуйста, вот если бы вы встретились лицом к лицу сейчас с Порошенко, вот что бы вы ему сказали? Я бы ему сказал, ты сволочь, это, жаполис американский, ты хуже Николая Второго, кровавого. То есть, о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Ты подумай сначала, о чем ты проклинаешь царя, называешь кровавым святого царя, его называют некоторые даже искупителем, то есть, убили семью, насколько кроткий был человек, и ты его называешь кровавым, и ты хочешь прожить в мире, и покоя, имея вот такой вот настрой духовный святого человека, называя кровавым. Естественно, какой уже там, ищет совершенно подход другой, как говорится, к спасению тела своих, бренных. А потому что люди привыкли, вернее, они забыли, что нужно начать с самого себя. Как вот, и Серафим Саровский же говорил, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Но он говорил, не он говорил, но это такая, притча в языцах. Вот. Он сказал, что стяжи дух мирен. Он не сказал многим, стяжите там дух мирный, все. С себя надо начать. Самому покаяться, самому встать перед иконами. Неужели Господь вот так вот всех должен вот так вот наказывать, чтобы люди обратились к Нему? Неужели мы вот это вот так в Меневе? Когда Господь сказал, разрушу этот город, все, не могу уже терпеть. Люди все побросали, да как побежали в храм, да пеплом голову посыпали и все такое прочее, и все. И Господь сказал, ну ладно, помилуй. Да. Ну правильно. Но неужели нам нужно вместо пепла вот эти бомбы сыпать на голову, на нашу? Чтобы мы где-то почухали какие-то места и сказали, о, а Господь-то живой. Вот он на нас-то. А для чего? Это, а как это? Сегодня мы, завтра другие. А нету? У нас в храме, например, нет такого призыва. Но, может быть, в этот ролик возьмете, выставите. И все так услышат батюшки и керды мне. Батюшки, что? Нет у нас призыва. Я думала, я месяц назад пришла, думаю, ну все, сейчас батюшка такую пламенную пробует, скажет. Хавайся. Сейчас все упадут на колени, будут рыдать, лысые выйдут. Так вот голову, на голове все волосы, повырывают. Там ничего подобного. И не было и близко. Или боятся, или нечего сказать. Или слова за что? Сказать, я тоже вот поднимал этот вопрос, сказать есть чего, понимаете, но у них нет вдохновления, потому что они выходят к пастве своей и видят коровьи глупые глаза, непросвещенные глаза. Там говорить некому. Они выходят и изначально понимают, что их не примут, их пробуют, не примут, просто не поймут люди. А люди не поймут, потому что не знают, не считают писание, не читают. Просто, как говорится, в пустоту стенам рассказать, а до людей, до сердца не дойдет, потому что люди в небе не знают. и капли камень точит. Если долбить, долбить, долбить и долбить, вот как вы знаете, вот это вот есть такие, как они называются, у папуасов такая вот палочка вставляется, и они вот это огонь. А может труд, 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 глядишь, огонь. А как, если не тереть и ничего не делать, так сказали, так тупые коровы, да пошли вот. Ну и дальше что? Ну коровы и пошли вот. И батюшка один остался. Я вам хочу сказать, из века грех, это самое, про Андрея Ткачева. Я что-то так возмутилась, он так вышел на этот, на, как он называется, Амвон, ну как вот он, перед этим, перед выходом в алтаре. Как сказал правду матку, и все повпадали. А теперь его, значит, иди сюда, вызвали в патриархию, сказали, ты что батюшка там? А чего он сказал? Чего он сказал? Он сказал, проклянули, типа, если вы пойдете на Майдан и будете то-то, то-то, то-то делать. Но тем не менее, батюшка оставил паству, я его об этом не поддерживаю. Он уехал сейчас в Москву, я считаю, что нет, отправил в Москву семью, а сам уже сиди, и жди. Ну, на нас, бомбы сыпятся, сыпятся, мы сидим и ждем. И батюшка должен бороться за свою паству. Уже впрягся, в пух, не говори, что уже все, не могу никак. Но я считаю, что нет, нет, пастрин не должен оставлять свою паству. Батюшка-то с отцом, с Сергием, ты разговаривал, когда, вчера или позавчера, не помню. А он, он говорит, я 10 раз, говорит, своим проповедь дал, и 10 раз, говорит, не пейте водку, не пейте водку, говорит, 10 раз, 10 раз повторил. Вот, может быть, вот так вот, как-то вот, реально доносить вот такими прям утверждениями люди, вот ходить по улицам и просто, как говорится, вот таким юродством, как говорится, подходить к каждому, прям останавливать, покайся, умрешь и телом, и душой умрешь, и не кайся в церкви, вот может, может, так поможет, не пейте водку. Ну ладно, а бежать-то что, впереди всех? Бежать нельзя. Надо, так, потонул корабль вместе с капитаном, все, ну, проведя свою веру христианскую, я не знаю, я его люблю, ткачевого этого, но там такие отклики неоднозначные, они говорят, это ура, в Москву приехал, дадут ему там какой-то, ну, храмик такой, ну, не захода аленький, будет он там дальше, правда, матку резать, но уже за Украину, любить пасху, на расстоянии, там, пяти тысяч километров, ну, это не любовь, ну, не надо. Пасху Господь собирает, годами собирает людей, приводит в храм, это, ответ, конечно, держать нужно, да, за каждую душу держать, не то, что там... Нет, нельзя, я хочу сказать, что спаси свою семью, многие депутаты вывезли семьи свои в Россию, там, к родителям, или еще куда-то там, я не знаю, вот, семьи, там, жена, дети, помолятся там в России, а ты, пожалуйста, будь добр, ты обещай никому давал, а Сусу Христу. Все. И Господь сказал, ради одной овечки всех оставлю, а больную, хромую, пойду, найду, и исцелю, и спасу, и все такое прочее. Ты, бастырь, ты такой же. Будет даже два человека тебе доверились, и ты за них в ответе. А пусть меня Господь просит, конечно, но я умру лучше здесь. Мне тоже брат говорит, он в Питере живет, Лена, приезжай, мы тебе уже все приготовили, всех привози, траля-ля, но нет, я уже здесь. Ну, я не знаю, это, конечно, поверь, я тоже, я мечтаю уже вот несколько лет, конечно, умереть за Христа, мученическое такое вот, и я бы уже не сбрал кончину, конечно. Вы себе вообразили так, уже так визуально, да, но будет не так, как мы думаем. Не так, не так совершенно будет. Это мы так думаем, мы такие герои, герои по-украински, герои, вот, и мы думаем, что мы пойдем, мы возьмем, мы там доплывем, переплывем, перейдем, будет так, как мы не думаем, и у меня будет, и у вас, и у Игнатия Лапкина будет не так, как мы хотим. Господь сказал, ваши мысли не мои мысли, и пути ваши не пути мои. Поэтому все будет так, как уже написано, как все это будет, но Господь нас испытает перед концом, и скажет, как вот, вот так вот, не подготовимся, мы не в кино живем, мы не снимаемся, мы не актеры, мы реальные жители. Испытание, да, каждому будет свое испытание, и причем не такое, действительно, как он себе запланировал. Да. Господь знает, пути Божьи неисповедимы, ну, все равно всем предстоит предстать пред Господом, всем, всем. Самое страшное, это держать ответ пред Богом, потому что, я вот читала, знаете кого, Данила Сысоева, это во-первых, он там, значит, писал, такую повесть написал, ну, не повесть, а, сейчас скажу, что будет, если вы умрете, или как подготовиться к жизни, ну, что-то такое. Не читали вы? Нет. А, что делать, если вы все-таки умерли? Вот такая у него есть, книжечка небольшая, он там все так, я думаю, что он, наверное, предвидел, как он умрет, просто он не знал, какой смерти, он прям так расписал, что хоть сейчас ложись, умирай, а после смерти открывай книжку, и что тебя там ожидает? Ну, в общем, я так тоже прочитала, ужас пришла, и думаю, господи, нет, я еще не готова. Я не готова перейти вот эти мытарства, испытания, да как нам кто подойдет, и куда нас поведут, и что мы за это, и он даже сказал, если вы вот так пойдете, к вам кто-то подступит, вспоминайте такую молитву, если вот за тот угол завернете, говорите вот так. Я думаю, на бумажку что ли переписать, запомнить. Утро встала, ничего не помню, иногда буду только говорить, одну молитву, господи помилуй, господи помилуй, и все. И эту бы не забыть, господи помилуй, говорят, забывай ты ее. Да, он говорит, ну, самое главное, конечно, это, ну, как сказать, это план действия по переходу в вечную жизнь, это план, вот и так вот будет, и так будет, не, будет не так. И там, кто побывал, я не знаю, кто там это пришел, да, и рассказал, может быть, одна Феодора только, примерно так рассказала, но ее читаешь тоже, мало ли покажется. Она такая праведница, если уже с праведниками такое делаешь, будь с нами грешниками. Нет у нас ничего, никакой у нас веры, ни любви, ни грамма нет. ни какашки, ни какашки, вот это вот единственное, что можно сказать, сейчас у нас в Украине, я не знаю, как у вас, такие, ни какашки, это никакие, ни яки, никакие, ничего не мать, ни любови, ни сострадания, ни милосердия, у меня ничего нету, ничего. У меня тоже не грамма, я как начинаю вот думать, аж страшно становится. Я вот выставил тоже недавно, может быть, в прошлом месяце ролик, один поставил, женщина, в общем, у нее еще в 90-е годы, было, ну, такое видение, или сон, я не знаю, дело в том, что это убедительно, просто я поверил в это, вот, ей когда показали Адама и Еву, то есть, когда вот они были из рая извергнуты, вот, и показала Господь ей, Адама и Еву, если сейчас с нами вот сопоставить, то они похожи на трехлетних детей, то есть, настолько безвинны перед нами, настолько мы вот сейчас монстрами такими греховными стали, что тот грех просто не считая нашим грехам, то есть, их изгнал Господь из рая за те грехи, а что с нами? А вы знаете, да, а вот вы знаете, я вот часто иногда думаю, вот сейчас вот вы мои так мысли подтверждаете, ведь Господь сказал, если не будете как дети, или не увидите, или не войдете в Царство Небесное, помните, Он поставил ребенка и сказал, если не будете как дети, по-моему, не увидите Царство Небесное, не то, что не войдете, и даже не увидите. Я вот смотрю на своих внуков, у меня одному три годика, а другому пять, но настолько дети, ну, я думаю, Господи, вот Ты создал, вот нас, и мы должны быть, нам Господь говорит, дети мои, дети мои, мы должны быть незлобивы, мы должны быть нежненькие, а вот посмотрите, как от ребеночка пахнет, вот вы чувствуете, вот у вас внук тоже есть, и вот он когда подносит вам его, он запах какой, чистый, вот они еще, нет у них греха, нет у них еще этого смрада, ведь грех он дает всегда, человек просто воняет, а когда уже супер грешный, как Лапкин говорит, Игнатий Тихонович, он просто разлагается, от него смрад просто идет, вот понимаете, вот пьяница, у него свой запах такой, там, у какой-то женщины такой, свой такой поросячий запах, вот понимаете, а ребенок, он еще не успел нагрешить, он еще не успел извратиться, он чистый, у него и запах такой, молочный такой, нежный, вот понимаете, будьте как дети. Это да, это как дети, это именно в прямом смысле слова, как дети. Да, а мы кто? А мы уже супер, супер взрослые, мы уже все знаем, мы умные. Мы даже не то, что взрослые, мы даже уже не люди. Не люди, да, не люди. И по этому, я вот что хочу сказать, многие, вот сегодня только зашла на какой-то сайт, у меня память такая, не помню просто его, и вот там батюшка один говорит, уже не обращайте внимания на ИНН вот эти вот, всякие там, как они еще, паспорта, займитесь с собой. А может быть и это будет касаться как-то, но если вы с собой себя не подготовите, никакие ИНН на вас, ничего, вы просто пойдете в ад. И даже если вы не примете этот ИНН, и не примете этот паспорт, вы все равно пойдете туда, куда вам дорога определена, потому что вы не готовы. Вас Господь просто не примет. Со всякой этой патриотичностью, к ИНН, с любовью к родине, к отчизне, и тому подобное, отчизна у нас на небесах, мы туда должны стремиться, мы ту отчизну должны любить в первую очередь. Наше жительство на небесах, а мы еще от земли не можем никак оторваться, мы своими грехами просто как геями прикованы к этому. Мы не можем себя жертву принести, себя лично, себя лично мы не можем ради Христа пожертвовать. Даже ради ближнего своего, не то, что ради Христа, а ради ближнего своего, мы собой пожертвовать просто не научились. Да, ничто нечистое не войдет в рай. А нечистое, что имеется в виду? Если мы не воспитали себя, даже элементарно не научились прощать, и прощать ближнего, все, это уже просто ограничитель. Мы просто шага не сможем сделать. Ну, не научились просто, не воспитали в этом душу, а там ее воспитать уже этому невозможно будет, потому что там прощать некого. Вот почему я думаю, что знаете, вот как оно должно и общение быть, и пастыри нас должны учить, и этому должны учить. Конечно, хорошо посмотреть по телевизору, там одна передача прошла, вторая передача прошла, оно, конечно, очень положительно, очень влияет. Но когда нет живого общения, вот ты сидишь в доме, ты включил телевизор, ты сам собой, а когда ты вообще не видишь многих людей, пусть, допустим, 10 человек, и ты в живом общении, научись этих 10 человек с их немощами принять, вот и ты такой же немощный. И вот эти вот костыльи поддерживают друг у друга, глядишь, куда ты проковыляли. Лена, ну я не знаю, я вот сторонник чего, я вот сейчас и людям так стараюсь как-то подсказывать, вот, ну если хоть немного имеешь веру, ну вот приди на чай там вечерком, купи тортик к соседям, приди просто к людям, посиди с ними, ну вот, ну что имеешь, хоть какие-то познания имеешь, ну поделись с ними, ну не бойся, ты расскажи, Господь тебя знает. Я не боюсь, у меня есть одна сестра, одна сестра, и мы с ней вот с тортиком иногда сидим, ну там к тортику что-нибудь, ну такое, не больше, чем красного венца, не больше рюмочки, бывает такое у нас. И сейчас мы ждем одного брата, он у нас должен приехать со Святогорска, а там же их обложили, брат Николай, он туда уехал, я сейчас скажу, когда только Пасха начиналась, Пасха, и он просто оттуда выехать не может, он уехал на послушание, там говорит, я поеду на неделю, вот, а выехать не может уже, вот сколько, четвертый месяц. И у нас тут группа одна образовалась, вот, и мы ждем его, когда он приедет, мы будем собираться, вот это уже 100%, но у нас человек пять будет, вот мы в храм ходим, тихонечко, но опять же, нужно пойти и взять благословение у батюшки. Вот многие говорят, если вы хотите, батюшка у вас должен был, благословить, но это уже, мы пока так, тихонько, с чайком, с тортиком, вот, понимаете, человек приедет в зону боевых действий, вот, я думаю, что около него, не то, что мы там отделяемся от цепки, еще что-нибудь, я знаю, что он очень сильный, в слове Божьем, этот брат, очень сильный, и нам все-таки нужно общение, оно уже, душа уже желает, вот у нас есть такой коллектив, и компания, но ждем, когда война окончится, так-то мы иногда собираемся, бывает, что у нас два-три человека, мы перезвонимся, соберемся, так, ну что, мы в одну бабню, такие женщины, и все, большинство у нас все переезжает, знаете, как, начинаем со слова Божьего, все плавно переходит на внуков, и у кого что, болит, ну, так вот, ну, да, а мужики-то, оно сейчас и держится, все православие на бабах, и держится, а мужики-то, вон, они если имеют, я вот смотрю, вот этот вот, бабай там, вот этот вот ополченец, ну, так, какой там из него верующий, и у него веры он не имеет, тоже никакой, бабай вот этих выставок, и они себя позиционируют, как верующие люди, а веры не имеют никакой абсолютно. Нет, ну, он может быть герой, конечно, я не спорю, не-не-не. Ну, герой-то по подвигам герой, а духовного там героизма нет никакого. Если бы он вышел со своим казачьим войском на поле брани, встали на колени, вознесли руки к небу бы, и перед украинской армией стали бы молиться. Вот, вот где героизм. Ну, а вы знаете, этот героизм самый сложный. Почему-то это называется, как, слабость мужская, ну, немощь такая, как это они, да выйдут, да встанут, а пули мимо пролетят, а где шавки, а где конь, и все такое. Ну, конечно, это на грани фантастики, но по православному именно так и есть. по-хорошему надо выйти, стать им ополчением на колени, призвать Божью Матерь, призвать воинство Божие, Господа Иисуса Христа, и вперед. А то так, вышли, поперли вперед, где-то там Господь болтается, где-то там воинство Божие, там позади, а то никто не вспомнил. Хотя, я вот вчера мужу сказала, я говорю, вот показывали каких-то, а, нацгвардию, и там разгромили какой-то пост, и, значит, показывают, ну, там раненого солдатика тоже, чей-то сынок, какая-то мамаша его увидела, плачет, наверное, слезами умывается. Вот. И у каждого иконка, иконка-образок, мы его, может быть, пристрелили, или он сам умер, я не знаю, но мне жалко всех. Господь не зря сбисел на кресте и говорил, прости его Господь, не знать, что делать. Он плакал-то о нас. А евреев в то время он плакал, но сейчас он и о нас тоже. Висит на кресте, и в один любой храм, там Господь на кресте. Понимаете? Он плачет о нас. Жалко. Ладно, еще можно как-то вот понять, между такие вот расовые войны, но там он темнокожий, там вот есть какое-то различие, а мы-то, у нас черты лица все, у нас выражение глаз одинаковое, абсолютно. Мы на мир смотрим одинаково. Тут вот они берут этих пленных, они же настолько родные, они вот они, они твои же, соседи твои. Ну, восстанешь же брат, брат на брата. Ведь Господь так сказал, не скажешь сосед на соседа. А брат родной, родной по крови, по национальности родной. Вот оно вот это вот им. Ой, Господи помилуй, Господи помилуй, господи помилуй. Спасибо.